Друзья, всех приветствую, мы находимся на провинции, это четвертый сервис голосовым чатом, вы давно просили серию по ДПС, пожалуйста, будет вам, но сразу предупреждаю, сегодня будет все очень строго, мы не будем сюсюкаться ни с кем, потому что я все-таки майор, как его там, напомни, пожалуйста, я забыл свое имя, майор Олег Толесенко, Олег Геннадьевич, да, здесь у нас, пожалуйста, рядом Сергей Козлов, это капитан по отчеству, так, кто-то тут подходит, слушаю. А, ребята, а вам нужна машина, а то мы хотели взять камни, а все заняты. Смотрите, если мы возьмем десятку, то вы сами должны понимать, что у нас ничего не получится, и все от нас будут уезжать, и мы будем ла-шка-ми, правильно? Позвольте нам вот взять буквально на часок, и все, были большим благодарны. Если нет, то нет, то есть сами как бы решайте. Не, берите, берите, ребят. Все, вопросы, спасибо. Смотри, вон там человек бежит к нам, сегодня права у него забрал за дело, он что-то ходит, он жалуется, может вы что-нибудь ему расскажете, надоело уже, наверное, всей полиции. Ну, учитывая, что мы руководство, пусть подойдет, пусть подойдет к нам. Ну, подходи к ним, пусть я расскажу, что за сплошную прав лишают. За сплошную, да, пересек? Да, на меня прав лишил. Да, сплошную пересек, мне угрожал, говорит, да, я сейчас на... Гражданин, сюда подойдите, пожалуйста. Мне, говорит, на ручку сейчас надавлю, ты меня не доплунешь. Ну, я надел на него наручники, говорю, ты же убегать собрался. Говорю, давай так общаться, что же поделать с тобой. Давайте версию гражданина, послушаем, я вас слушаю, рассказывайте. Он мне права забрал. И все, то есть, да, просто вы ехали, он забрал вас права, я правильно понимаю? Конечно. Просто так, то есть такого сотрудника нужно наказать. Вы согласны, что его нужно уволить, сто процентов, да? Сотрудник полиции, ну, гражданин утверждает, что просто так вы изъяли уставление, я не понимаю, в чем проблема. Да, ну, как же так, старший лейтенант со мной была. То есть, видеофиксация есть, заказательство есть, да, это клевета получается? К сожалению, у меня видеорегистратор не работает. У меня мотоцикл стоит. Ну, есть свидетель, куда побежали, куда от разговора... Ну, ты посмотри на него. Вот этот вот чел у меня права отобрал вообще. Я, главное, ехал, он, значит, стал говорить, типа, я ему что-то там угрожаю, типа, я от него уеду, а я от него не уезжал, стоялся на месте. Взял, вот он на меня наручники зачем-то надел, не разрешил никуда ехать. Ну, я, в общем-то, не подбирался, конечно, никуда ехать. Он утверждает обратное. Сотрудник полиции утверждает, что вы, наручив правила дорожного движения, именно пересекли двойную сплошную. Это было? Такого не было. Он на меня стал, это, провал мне, обещал отобрать, вот отобрал. Есть свидетели, которые подтверждают, что вы пересекли двойную сплошную. Это, нет, не было свидетелей. Ну, как это не было? А что, напарником? Сейчас, алиса какая-то тоже из ментов. Она... Так, выражайтесь, пожалуйста, попроще, хорошо? Не ментов, а полицейских. Вы где находитесь-то? Держите, пожалуйста, язычок. Он у меня права забрал. Он утверждал, что я его оскорбил ментом поганым, хотя такого не было. Так он только-то же сказал менты, что? Было так вот. А вот ментом поганым, а вы сейчас не оскорбили, когда назвали нас ментами? Скажите, пожалуйста, гражданин. Нет, я просто, ну, сказал, типа, он утверждает, что это я так их назвал, хотя я так... Вы только что сотрудницу Алису назвали ментом. По-вашему, это не оскорбление? Ну, так... Так и есть. Что? Так и есть. А за оскорбление что следует? Я поехал. Куда вы поехали, скажите, пожалуйста? Административное ответственность. Правильно говорим? Конечно, нет. Как-то нет. Ну, как нет? Нет дела вообще, все. Ты уже никуда отсюда не выйдешь, ты же понимаешь, что все. Статья 5.3. Ты уже в заключении находишься, прямо сейчас. Два года лишения свободы. Мы его свободы лишили? Лишили. Значит, теперь будем стоять здесь два года. Нет, давайте не... Значит, смотрите, вы поедете, но при одном условии, мы можем решить вопрос мирно, без проблем. Но вы должны извиниться перед сотрудниками полиции, которых вы оскорбили. И, собственно, вы уже наказаны за то, что вы перестакидываете неуслошенную. Мы ждем от вас извинений, и вы, собственно, можете быть свободны. Я так не говорила. Вы говорили передо мной. Вы назвали собой менты. Вы назвали сотрудницу Алису ментом. Вот и есть этот... Давайте вот Кирилл уйдет, и я уйду. Извинитесь, и вы уйдете отсюда, куда хотите. Если нет, вы будете... На вас будет составлен протокол об институте правонарушения, и вы будете сидеть, понимаете? Я не говорил я так. Ну, отпустите меня, я по делам. Давайте так, просто 15 секунд у вас. Хорошо, перед кем, перед кем, давай. Извините, полиция, за ментов. Давай, сотрудники полиции, вы не менты, вообще, отличные, отличные люди все. Только отпустите меня уже, наконец. Спасибо большое. Нам очень приятно. Мы теперь уже полицейские, хорошие люди, да? Не нарушайте, пожалуйста. Да-да-да, вообще замечательные люди. А сейчас он ехал, наверное, знаете, все. Вы действительно заводили. Так вот, ребят, я майор полиции Олег Тарасенко по отчеству Геннадьевич. Ну и Александр. Да, Александр, собственно, Сергей. Буду вас так называть теперь. Сергей Иванович, поприветствуйте, пожалуйста, людей. Здравия желаю всем. С вами Сергей Иванович Козлов, капитан ДПС. Да, значит, сейчас наша задача это поехать в Жуковский и занять там пост. Постараемся людей поостанавливать. Не знаю, что из этого получится. Не уверен, что кто-то вообще будет останавливаться. Забыл пристегнуться. Ужас, да? Сотрудник ДПС забыл. О! Так. Классно просто. Ужас, ужас, ужас. Ничего себе. Пойдем брать документы. Еще и девушка. Сейчас узнаю, что произошло. На такой машине еще здорово, скажем, посмотри. Девушка, вы в порядке? Здравия желаю. Майор Тарасенко. Девушка, вы в порядке? Девушка, с вами все хорошо? По-моему, она ушилась. Может быть, скорую вызовем? Да, я думаю, есть смысл вызвать скорую. Давай. Сергей Иванович, вызовите, пожалуйста. Вы говорить можете? Я маленький выпилами. Но тут страшно. Что? Да, какая-то вообще такая нелепая история. Слушайте, может быть, вы из машины выйдете? Девушка, пожалуйста, покиньте автомобиль. Гражданин, вы не могли бы отойти от места ДТП подальше? Здесь нечего смотреть, ничего интересного. Мадемуазель, выходим из машины. Ты куда пошел? Ну, быстро по машинам, по коням. Она вдрызг, пьяная. Сергей Иванович, примите меры. Если вы еще будете пытаться сопротивляться аресту или пытаетесь уехать, я буду вынужден стрелять вам по колесам. Пожалуйста, не вынуждайте меня это делать. Олег Геннадьевич, оформляйте ее, пожалуйста. Потому что тут запах невыносимый вообще. Взывайте, ужас, что за запах? Старайся там не охмелеть, Олег Геннадьевич. Девушка, вы сколько выпили, скажите, пожалуйста. Приблизительно, вы нас не бойтесь, все будет в порядке. Она мне по голове ударила, я отключусь. Эта барышня только что ударила меня бутылкой по башке, друзья. Пьяная барышня. Зачем я в чек не сел? Это было глупо, на самом деле. Это было неправильно, я согласен со стороны полицейского. Но теперь что делаешь ты? Девушка, выходите из машины. Вы только что ударили сотрудника по голове. Олег, Олег, ты как? Девушка, выходите из машины. Руки, пожалуйста, держите на виду. Подойдите к капоту автомобиля. Медленно подойдите к капоту автомобиля. Ни хрена себе страшно. Ты только что вырубила офицера ДПС. К капоту подойдите. Руки на капот положите. Господи, какого хрена? Задержи ее. Стой, а то стрелять буду. Стой, стоять. Стоять. Не смей так больше делать. Я надену на вас наручники. Я прошу вас не сопротивляться, иначе я буду вынужден вас пострелять. Друзья, она убегает. Полицейские. Да столько экипажов. Сид на дереве. Ребят, срочно подмога нужна. Там нападение на сотрудников полиции. Быстро. Данная женщина напала, ударила сотрудника полиции по голове бутылкой. Ехала в пьяном состоянии. Совершила дорожно-трансферное происшествие. В общем, тут целый, как говорится, набор. И теперь она взобралась на дерево и сидит на нем. Нам нужно ее каким-то образом аккуратно спустить. Женщина, слезайте, слезайте. Девушка, давайте спускайтесь по-хорошему. Пока я не залез и вас за ноги не потяну. Тяни ее за все, что только можно. Главное, чтобы она слезла. Она ее по бутылке и по башке дала. О, она побежала. Она спрыгнула. Гонитесь. Нужно бежать, ловить ее. Экипажи по машинам куда... Ладно, я в машину. Девушка, стойте на месте. Опа, мотовер. О, е-е-е, господи. Ее просто мотоциклист шип. Она близко десятков метров отлетела. И дальше бежит. Она дальше бежит, прикинь, и все равно. Сотрудники полиции бегут, на машинах едут, сейчас задержат. Слушайте, ну после такой травмы от мотоцикла она бы просто не смогла бежать. Как она дальше бежит? Возьми машину, пожалуйста. Отлично, а где мотоцикл села? Ты посмотри, что она втворяет. Да ладно, уехала? Уехала, да, она уехала, чувак. Мало того, что её сбили на мотоцикле, она ещё потом села к нему. Слушайте, ну её не догонят на мотоцикле никак, ты же понимаешь. Конечно, не догоню, нет, 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 ну как бы у меня всего лишь какая-то камри сасаная, я вообще ничего не могу сделать. Она удачно, получается, ушла от погони. Смотри, сейчас будет попытка несчастная до нас покопаться. Здравия желаю, ребятки. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Майор Тарасенко, полиция, ТПС. Как у вас успехи? Да, отлично всё. Очень заинтересовал ваш автомобиль, очень красивый. Ну, это спору нет. И сколько такая малышка стоит нынче? Ну, 15,5 стоит. Даже боюсь спрашивать, откуда денежки у вас такие. Да, раньше вот сотрудником был. А, кажется, я понимаю, что вы намекаете, на самом деле. Всё оттуда, да, да, всё оттуда. То есть вы хотите сказать, что через несколько лет, если я буду упорно, в кавычках, трудиться, то, возможно, я на такой же машине буду ездить? Да, вполне. Вы мне дали мотивацию. Спасибо вам, гражданин, огромное. Не за что. Обращайтесь. Я буду стараться. Ой, я буду стараться служить. А то аккуратнее, там он генерал стоит, и полковник рядом, тут аккуратно. К чему вы, я не понимаю, о чём, да. Ладно, счастливого пути вам. Подожди, да вам тоже. Олег Геннадьевич, я вас что-то жду в машине, где вы ходите? Александр Иванович, что вы где, я вас не вижу? Так, друзья, значит, смотрите. Опа, ничего сквозь. Нет, наверное, можно с такой сквозь ездить, но всё равно, друзья, мы сейчас будем останавливать. Останавливать, значит, автомобилистов. Есть у нас анимация. Смотри, он пошёл через дорогу. Автобус. Только не это. Смотри, он как. Ничего себе виляет автобус. Так, смотри, он опять по дороге пошёл. Ну как ты его остановишь? Его же собьют сейчас. Чуть не сбили, по-сему, он такси остановил. Он на дороге, дальше побежал. Он мешает, он мешает проезду. Мы должны предпринять меры. Сергей Иванович, надо принимать меры. Вы мешаете проезду, гражданин. Гражданин. Что вы делаете? Простите, тут непонятно, что он бегает. Простите, пожалуйста, не можем поймать. Гражданин. Нормально у нас всё. Он по дорогам бегает, под машиной бросается. Он не вменяемом состоянии находится. Вы не испугались? Всё в порядке у вас? Да, нет, всё хорошо. Это хорошо, что хорошо. Давай, счастливого пути вам. Будьте аккуратны. Здравия. А, ну вы поняли. Будьте аккуратны и под КамАЗ. Ух ты, как проносится. Ой, не та, не та. Ты прям раз и лёг. Раз и уснул. Решил поспать. Так, есть, есть, есть. Вот, вот так вот. Идеально. Так, дубиночку, дубиночку. Всё. Друзья, останавливаем автомобилистов. Проверяем их на что? На штрафы. Сколько у нас нарушений есть неоплаченных. Так, гражданин, тормозите, пожалуйста. Что? Никак, видишь? Так, автобус сбил. Ёпарасы ты. Вот это авария. И это всё из-за вот этого бомжа было, представляешь? Автобус чуть не перевернулся. Покуем. Гражданин, за нами пройдите, пожалуйста. Сейчас было явное нон-РП. Его сбил автобус, он встал, побежал дальше. Это, это чё такое вообще? Представляете, от бомжа автобус чуть не перевернулся, а наш смелый, собственно, этот же бомж пошёл дальше. Бегать по трассе. Ну что это такое? Останавливаемся. Останавливаемся, останавливаемся. О, отличненько, отличненько. Автобус остановили. Здравия, Жураве. Майор полиции Тарасенко. Всё в порядке у вас? Здравия желаю, капитан полиции Козлов. Олег Гилеевич, нормально всё? Ну, шумахеров хватает, мы с ними боремся. Вы им скажите, вы употребляли что-то сегодня? Ну, хорошо, хорошо, по вам вроде видно. Всё, пожелаем счастливого пути. Давайте, не нарушайте, будьте аккуратны. Сюда не... Вот ему в кайф, да, сейчас. Остановили, пожелаем счастливого пути. И мне кажется, да, это прям, это немножко добавляет. Так, кто у нас там, смотри, 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 смотри. Там воришка, там воришка, походу. А что делает? Стучит по двери. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Гражданин, здравствуйте. Да, да, да. А что это вы по стёклам стучите? Я не пойму. Я бабушку свою искал. Бабушку искали? Понимаете, она живёт где-то в этом посёлке, я не помню, какой дом. Ну, а вы не можете посмотреть по квитанциям у двери? У меня ощущение, что этот дом вообще пустоват. Здесь никто не живёт. Вы очень странно выглядите, зачем вам такая шапка? Она тепло в ней. Я вас не хочу ничем оскорбить, конечно, но вы выглядите как форточник какой-то. Маленький, ушлый. Вы точно, у вас всё в порядке? Да. То есть не ходим, не проверяем, да, дома на наличии вещей, форточки не залазим. Можно, ваше удовлетворение? Секундочку. Можете, пожалуйста, свои документики предъявить? Майор Олег Тарасенко, майор полиции ДПС. Вы просто были немножко подозрительны, мы внимание обратили. Да, вижу. Документики нужны? Ребят, они в машине остались. А, вон она стоит, вон там, в ДПС. Давайте с нами пройдём. Давай, подъезжай там сюда, Олег, ой, Сергей Александрович. Автомобиль, такси, пожалуйста, отъедите от нас. Ты посмотри, какая тачка. Вы уверены, что это ваш автомобиль? Да, 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 конечно. Не хотим вас обидеть, но вы выглядите так, как будто бы это не ваш автомобиль, автомобиль вашего хозяина, а вы Максимоводитель. Машина хорошая, я же не должен хорошо одеваться. Так, я сейчас, секундочку, машинку пробью, хорошо. Т-771-ЕЕ. Сергей Александрович, Сергей Иванович, извините, нету у него нарушений, всё чисто. Да, давай, я сейчас смотрю, у него в паспорте всё в порядке, он чист, всё хорошо. Ну, извините за такое предвзятое отношение, просто показались нам очень подозрительными, на самом деле. Хорошо, да ничего бывает. Всё, давайте сейчас смотрим. В наше время излишней подозрительности не бывает. Всё, вам доброго. Согласен, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Друзья, мне показалось, что мы вообще задержали уже практически вора-домушника, но на самом деле нет. Это оказался обычный гражданин, ещё и на таком автомобиле, шикарный, не знаю, правда, куда он взял, он его, но подозревать его нет оснований никаких в чём-либо, правда, странно было, что он по стёгам всё-таки стучал, но на пост мы вернулись, продолжаем, значит, устанавливать автомобиль, останется пока только один автобус, остальные проезжают мимо, что очень печально, может, не замечают, полетают на высокой скорости, неизвестно. Но будем работать дальше, пробивать ли по штрафам, в конце концов, я думаю, сегодня ещё и устроим наблюдение за перекрёстком, да, Сергей Иванович. Да, ты молодец. Таксист, я таксист. О-о-о-о! Отлично, наезд. Давай, наезд устроен к полиции, прыгай. По коням у нас, как это в фильме, по коням у нас труп или что-то такое. Я согласен, что я сейчас находился на дороге, да, это было странно, то есть я не должен был мешать. Но... Вот чёрт, вот чёрт. Ужас залез-то. Это же государственное имущество. Генерал просто прокромсает. Отлично, просто кайф. Здесь есть и моя Венак, я уже сказал, я стоял прямо на проезжей части, на полосе, но всё равно водитель должен как-то на это реагировать, тем более, что у них ДПС стоит. Он просто сшиб, да, намеренно такое ощущение, и поехал дальше, не остановился даже. Что там у нас УАЗик делает, ну-ка? Нет никого, смотри. Никого нет. Странно, как он сюда попал. Давай-ка осмотрим. Слушай, ну его так припарковали, что ли, непонятно, каким-то образом или что. Ну, вроде, машина целая, владельца не видать. Может, он отбежал просто в кусты, извините, извержение, посрать, приспичивая человека, у меня сидит в кустах. Ну, Сергей Иванович, Сергей Иванович, поаккуратнее словес, знаете, что я вам скажу? Давайте займём свой пост, а когда водитель подойдёт, мы просто сюда подъедем, потому что здесь парковка, стоянка запрещена. Кирилл Рафиков, это тот, что у нас вначале деньги клянчил, ты посмотри на него. Ужи, кого останавливаешь? Ещё раз говорю, денег нет, пожалуйста, уезжайте. Тут вроде поста нету. У нас есть, пожалуйста, молодые люди, не мешайте работать, хорошо? Мы нормально просим, не мешать, работать, служить. Служить для народа, хорошо? Во, прилетел молодой. Йоу, вот это да, ты подожди. Вот это погоня. Мы начинаем вписаться, поехали, поехали, чувак. Поехали, поехали, по коням. Друзья, к сожалению, не удалось нам догнать очередного преступника, мы сейчас едем на главный перекрёсток при Волжска, попробуем постоять там, половить граждан, которые ездят на красный сигнал светофора. Сплошная, красный или другие нарушения. Опа, на че, посмотрите, какие люди. О, Екатериночка. Нет, нет, конечно, нет, всё время уже прошло, поэтому пусть катается пьяно. Но она всё-таки, видишь, нашла свою машину, и дальше продолжает ездить. Не будем к тебе переставать, смотри, там разборка какая-то. Давай-ка, ну-ка, бьёт по машине, быстро! По коням, быстро! Ты посмотри, бьёт по машине, ну-ка. Здравия желаю, майор Тарасенко. Гражданин, чего по машине ударяем? Куда побежали? Гражданин, остановись, пожалуйста. Опа, нахрен! Кто такой? По машине почему ударяем? Майор Тарасенко, майор полиции ДПС. Здравствуйте. По машине зачем бьёте? Я... Ну, он меня пытался задавить, короче. Я бы поэтому немножко среагировал. Халас. Так, он его пытался задавить, и до этого нужно бить по его машине, что ли? Я понять не могу. Нет, я не хотел его бить, я ему рукой махну. Где водитель этого автомобиля красного? Кто водитель? Водитель кто? Ещё раз спрашиваю, красного автомобиля. Вот водитель бегал здесь, где-то, где-то, вот. Не-не-не, я чёрный, я моя девятка. Я чёрный? Вы расист? Что за словечки, я чёрный? Моя чёрная. Так и говорите, выражайтесь правильно, пожалуйста. Ну, если вы не слышите, это ваша проблема. Что же не слышите? Вы сказали, я чёрный. Причём не слышишь-то? Слышно, ху-ты. Ну-ка, удостоверение своё. Ну-ка, слышь, базаришь со мной нормально, начинаю нахуя. Так, у нас криминал, Сергей Иванович. Оформляем. Поконим? Поконим. Поконим, поконим у нас криминал. Ты когда-нибудь себе получал от ДПС в лицо, скажи мне? Дубинкой. Тихо. Не, могу с кулака прописать. В жопу. Не, сразу на шею. Э-э-э-э-э. Тихо. Бам. Давай, давай. Чёрный. Один удар, 4-4 дырки. Я прошу прощения. Будь аккуратнее, напарник. Братан, печка. Вы как разговариваете с сотрудником при исполнении? Молодой человек, а ваши документики можно? Паспорт имеется. А я к вам? Вы нас назвали ментами грязными. Это мой брат, пиздец я могу показать. Какими ментами? Я говорю, что печка. У меня друг печка. Это оскорбление. Он в деревне живёт, короче. Он постоянно спит на печке. Я его в печке забыл, поэтому. Печка – это матерное оскорбление. Паспорт, пожалуйста. Что? Я могу показать за него такое. Я с тобой посмотрю. Давайте. 10 лет строгого режима приблизительно. За то, что вы назвали гражданина печка. Меня гражданином. Моего коллегу. Сергей Иванович. Это Сергей Иванович, а не кто-то там. Походу, даже по жизни на свете. Что? Что ты сказал? Я сказал, это походу, по жизни на свете даже. Мало того. По жизни. Согласен, согласен. Возможно, правильно подметили. Гражданин бьётся мне лицом об ногу. Лицом об ногу мне бьётся гражданин. Я найду. Он просит извинения. Он просит извинения у тебя. Он целует твои ноги, чтобы извиниться. Ладно, может быть, тогда не будем ему 50 лет строгого впаивать. Гражданин, ваши извинения приняты. Мы вас извиняем. Не нужно, пожалуйста, сразу лезть целовать ноги. Это прям... Ой-ой, ну полицейский, ну что вы делаете? Что вы, вам не стыдно? Куда вы? Мы ваши извинения принимаем. В следующий раз можно словами. Секундочку. Слежай, можно словами просто извиниться и всё. Не надо там ноги целовать, ещё что-то. Хорошо? Так, а почему мы... На машину? Эта гражданка нам известна. Она недавно скрылась с места преступления. Она была пьяная за рулём, совершила ДТП. Залезла на дерево, слезла. Потом её сбил мотоцикл. Она на мотоцикле скрылась. Это целая история была большая. Поэтому, мне кажется, она опасная девица. Её лучше не трогать. Она анимешница, это уже опасно. Анимешница. Это уже диагноз. Анимешница не все опасна. Она не лечится. Второй к полиции, кто позвонил, скажите, пожалуйста. Ну и сержант. Сержант. Фамилия у сержанта есть? Злая печенька. Сержант Вихилим. Правильно? И как служба в полиции? Хороша. Не преисполнение. Не преисполнение? Отдыхаете, да? Да. Так, друзья, займём новый пост. Здесь есть очень хорошие, красивые кусты, которые так любят полицейские в России. А здесь нас не должно быть... Только смотри, чтобы нам всё было видно. Здесь мы будем, собственно, ловить тех, кто едет на красный. Но я советую тебе сразу сесть за руль. Если бы они не остановились. Фура едет. Не остановилась. На красный проект. Похоже, криминал. Водитель фуры, останавливаемся, останавливаемся. Аварийку включите, пожалуйста. И документик, пожалуйста. Предъявите мне. Паспорт, документы в порядке. Почему на красный цвет ездим, скажите, пожалуйста. Сергей Иванович, я пока пробью, да, машинку быстренько. Да, давайте, Олег Геннадьевич, пожалуйста, пробейте. Номера у него, значит, У-489ТК. Угу, угу. Ну, Градания, Градания, ну как же так? Вы являетесь участником дорожно-транспортного движения. Вам нужно быть максимально аккуратным, засматриваться ни в коем случае не будет. Сергей Иванович, три нарушения неоплаченных. Что будем делать? О-о-о, три нарушения неоплаченных. Ну, слушайся, смотрите, мы сейчас можем вам предложить следующее. Мы вам предлагаем проехать с нами и оплачивать все штрафы до ближайшего банка. Или можем как-нибудь разобраться, что вы такое говорите. Мы же, сотрудники ДПС, не дадите, а пожертвуете. Сергей Александрович, там гражданин бежит, аккуратненько, пожалуйста. Я его отвлеку. 5 тысяч, верните, пожалуйста. Здравствуйте, майор полиции ДПС, Тарасенко. Все в порядке у вас? Вы через лес собрались пройти в сторону Жуковского? Я понял. Сейчас, стойте здесь, пожалуйста. Сергей Иванович, я в отвлек, он там стоит. Получили, нет? Получили, нет? Водитель. Ну, вы как-нибудь все... Побыстрее, пожалуйста, либо сейчас... Организуем? Давайте уже быстрее как-нибудь организуем все это дело, и нам нужно уже скорее валить, а то мы стоим посреди проезжих части. Все в порядке у вас, да, гражданин? Здесь опасно, может у водителя фуры колесо взорваться. Я вас прошу немножко обойти за елками там, хорошо? Подальше. Благодарю вас за сознательность, всего доброго. Всего доброго, удачи вам. Не мушайте. Сергей Иванович, выключите. Семен, есть? Да. Олег, я не надеюсь, да? 5 тысяч у меня. Сейчас, сейчас, гибал, но Адам Агловину. Половиночка, пожалуйста. Вот это, слушай, денек просто вдался, я бы сказал. И зарплату получили, и премию получили. Давай тогда мы сейчас ищу кого-нибудь, да, наверное, или как? Давайте на пост тогда вернемся. Пост, слушай, хороший, денежный такой, да, Сергей Александрович? Сергей Иванович, я забываю. Да, мне кажется, что очень, да. Все время забываете, как меня зовут, так приятно. Мы с вами недавно работаем, вы сами должны понимать. Да, первый день буквально, я бы даже так сказал, Олег Иванович. Но я вас запомнил сразу, а вы вот меня как-то... Я понял, что вы меня сразу запомнили, потому что я все-таки майор. Да, а вы капитан, поэтому непростительно. А, то есть вот так это работает, хорошо? Да, конечно. Да, майор, дослужитесь, там уже посмотрим, кто вас будет забывать, а кто нет. Хорошо, я вас понял, Олег Иванович. Дайте мы здесь развернемся, коротко, да, и обратно туда же встанем. Место оказалось довольно хлебное. Олег Геннадьевич, как вообще вы относитесь к коррупции в нашей стране? Скажите, пожалуйста. Ой, очень плохо, конечно, плохо. Ну, Сергей Иванович, вы сами понимаете, какая коррупция? Искоренить нужно ее полностью, я считаю. Мне кажется, им нужно отрубать руки. Руки и ноги, и ноги. Просто сажать недостаточно. Сергей Иванович, ноги тоже нужно отрубать. Я с вами полностью согласен, Олег Геннадьевич. А то, что мы там получаем, ну вы же понимаете, что это всего лишь премия, да ведь? Премия. Это премия была. Это благодарность. Благодарность. Если вам угодно, то стримеры получают донаты, и мы получаем своеобразные донаты. Да, обычный донат прилетел от донобойщика. Никакой коррупции, здесь ноль просто коррупции. Вообще, когда на этом перекрестке люди видят, что стоит сотрудник полиции, они все равно как-то реагируют. Кто-то действительно видит. Вот нам сказал донобойщик, думаю, а проехать или нет? Проехать или ждать или нет? Он спросил. Надо было, конечно, подождать. Мы реагируем. Он думал, что мы просто стоим, типа спим, чай пьем. Нет, мы контролируем. Опа! Пока нет, пока нет. Ничего себе разворотик был, вот это да. Опа, вижу, 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 тормози, тормози. Ух ты, жесткий удар. Давай, давай, к нему ближе, ближе, ближе. Пежо, останавливаемся. Давай, газуй, 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 газуй. Останавливаемся, водитель Пежо, останавливаемся. Друзья, синий Пежо, к сожалению, мы упустили. Пытались найти его в Приволжск. Он вернулся в Приволжск, к сожалению, не смогли найти. Обратно вернулись на перекрестном. Что нам остается делать? Объявили в рацию, что мало ли что, задержат его. Друзья, в общем, за сегодня мы выполнили очень большое количество работы, отслужили более-менее. Сразу скажу, друзья, если серия нравится подобное, обязательно ставьте лайк, чтобы понимать, хотите ли вы еще серии по ДПС или не хотите. Также ссылочки в описании есть, если вы хотите играть с голосовым чатом, играйте на четвертом сервере. Если без голосового, основной мой сервер это третий. Третий и четвертый сервер это сеть сервера, на которых я постоянно играю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте положительные комментарии. Всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока.